Всем привет, меня зовут Андрей, спасибо парни и девчата за поддержку. СНГ чемпионат, сессия четвертая, лучшие из лучших. Швейцария продолжает отбиваться сразу в двух войнах, с севера ее давят Бургундия и Бранденбург, с юго-востока Венгрия. Битва в Саксонии, армия Швейцарии заняла оборону на холмах, но ее закидывают мясом. Бургундия отжимают у Швейцарии сразу 13 провинций, пока я не вижу, что его союзнику Бранденбургу что-то досталось. Кейтарс на Швейцарии очень ему больно сделали. Теряюсь в догадках, за что воевала Венгрия, но она не отжимает ни одной провинции у Швейцарии. Сам венгар сказал, что он добрый. Не думал я, что в Индии так быстро разлад начнется, ведь с Османом вопрос еще не решен. Бахмани нападает на Дели, которого защищает Малайя, битва за делийскую столицу. Бахман ее проигрывает и юг Карамандела его стороны оккупирует Малайя небольшими партизанскими отрядами. Это уже Дели идет в контратаку, битва на востоке Индии, близ провинции Чанда, Бахман затащил. Фронт продвинулся немного севернее и на сей раз побеждает Дели. Такие вот качели получаются. В общем, как мне объяснили, чем-то Дели не понравился остальным индусам. И Бахману обещали половину его страны, если тот его убьет. На Бранденбург нападают Дания, Англия и Польша. Бургундия и его союзник Бранду помогать, похоже, не собирается. Хотя в этом случае это почти бесполезно. Сразу две битвы в ближней Померании. Датчанин сражается без своих союзников, но этого хватает, чтобы продавить фронт. Итальянцы Милан и Папа объявляют войну Венгрии за возвращение своих территорий. Венгр сражение в Ломбардии затащил, но с северо-востока на него нападает поляк и осаждает крепость Земплин в Словакии. У Венгрии хорошие позиции, но ему приходится воевать в одного против троих. Поляка он отбрасывает в Словакии, но миланские армии становятся на осаду Тироля в Северной Италии. Далиец войну у Бахмана выигрывает, сформировал Пенджаб, затем он идет к Осману и Мамлюку, заключает с ними союз и на него нападает Бенгалия. Мивар и Тимуриды. Им явно такой расклад не по душе. Осман и Мамлюк давят Мивар с запада, уже захватили крепость Калат, но их самих поджимает Тимур со стороны Белуджестана. Сражение в Северном Синде Мивар затащил. Горную крепость Калат отбивают Тимуриды, мусульманские армии отступают на территорию своего индийского союзника. Мамлюк Мултани проигрывает Мивару. Индусы идут в контратаку, но их останавливают войска Мамлюка и Османа под Лахором. Атаман берет штурмом крепость в Джангладеше, но они теряют крепость в Юго-Восточной Индии, откуда давят Бенгал. Нидерланды объявляют войну Милану и Папе, которые сейчас воюют с Венгрией. У итальянцев есть союзник Швейцария, которая, судя по всему, будет воевать на их стороне. Дания формирует Пруссию, убивает Бранд и нападает на Венгрию. Под шумок забирает Нижнюю Австрию, включая город Вену, практически без боя. Венгры решили все свои силы бросить на поляка, поскольку итальянцы сейчас заняты Нидерландами. Сражение в Сандомире очень долгое и кровопролитное. Поляк затащил, возможно, за счет более высокой дисциплины. Итальянцы делают попытку отбить крепость в Южной Франции, но терпят поражение. Нидам в горах легко защищаться. Швейцария становится на осаду крепости в Восточной Бургунде. Пинджаб войну проигрывает и теряет пять провинций в торговом центре Дааб. Возможно, мусульманскому блоку нужно было отдельной войной заходить. Испанец дает марокканцу сформировать Андалусию. Тут явно они как-то договорились, а только тот почему-то две провинции в Валенсии не забрал сразу. Похоже, что венгры пилят, еще и испанец у него отобрал четыре провинции в Венеции, включая основной остров. Милан вместе с союзниками отбивает свои территории и даже захватывает Париж, но Нидерланды вновь берут контроль над этим городом. Полки Нидерландов идут в контрнаступление, но встречают сопротивление миланской армии под Орлеаном, который с помощью Папы и Швейцарии останавливает его продвижение дальше на юг, заставляя отступить. Осман не удержался и тоже нападает на Венгрию, или это уже умирающий венгр отдает свои провинции, чтобы не достались врагу, поскольку османских отрядов на Балканах я не вижу. Венгр героически отбивается в Малой Польше, но продвинуться дальше и сломить поляка у него не получается, хотя в битву в очередной раз затащил. Венгрия поднимает много солдат сражения за Варшаву, поляк же принимает выжидательную позицию, наверное ожидает, когда его соперник банкротнется. Посмотрим, чья страдка сработает лучше. Поляк проигрывает войну, отдает всего три провинции, но в отличие от Венгрии он избежит банкротства и у него ситуация чуть получше. Нидерланды тоже рискуют проиграть войну, возможно он рассчитывал на испанца, но тот не спешит вторгаться в Милан, Ниды сражение в Лотарингии и Эльзасе затащил. Пытаются Нидерланды отбить свою крепость в Восточной Бургундии, но встречают сопротивление Швейцарии и итальянцев. Нидерланды сражение проигрывает и контрнаступление затягивается. Пинджаб в одного нападает на Бахмана, которого защищают Мивар и Бенгалия. Война против второих, Пинджаб решил захватить столицу Мивара, но потерпел поражение. Бранденбург умирает, как вы и предсказывали в комментариях под видео. Швейцария заключает союз с Миланом и Папской областью. Благодаря этому ему удается выжить 44 монеты дохода, лимит армии 89. Нидерланды проигрывают войну итальянцам и Швейцарии и теряют Париж. Доход 130 монет, лимит армии 169. Папа 62 монеты дохода, лимит армии 62. Милан 65 монет дохода, лимит армии 111. Им доход негде собирать, испанец их немножко подрезает. Венеции и Генуи. У самого же испанца очень хорошее положение, пока другие воюют, он забирает территории в Италии, а также спокойно колонизирует Мексику и Карибы. Андалуз, собственно говоря, занимается тем же самым. Доход 230 монет, лимит армии 305. Союз Великобритания-Андалусия. Мараканец сформировал Андалусию, 142 монеты дохода, лимит армии почти 200. Единственный союзник это испанец. Венгру очень тяжело пришлось, его пилят со всех сторон. Сейчас нападает на него Пруссия, стоит на осаде, столице. Еще достаточно долго может воевать, но он остался совсем без поддержки и союзников. Пруссия из Дании, 300 монет дохода почти, очень хорошо. Лимит армии тоже почти 300, профессионализм добил до 100%, но рекрутов еще маловато, 274 тысячи. Но сейчас у всех не так много. У России сингл геймплей, ему до сих пор есть что покушать. Доход 233 монеты, лимит армии 387, рекрутов 300 тысяч, профессионализм маленький, 17% всего. Царь Борис II, 363. Англия у нас похоже лендовой будет, все советники плюс 5, доход 435 монет, лимит армии 285, лимит флота 222. Союзники испанец Малайя. Морские державы у нас походу воевать не собираются друг с другом. Доход 244 монеты, лимит армии у Малайи 219, лимит флота 159. Идеи он берет количественные, экономические, как лендовая держава, но вот исследовательские, чтобы открывать новые берега. Англичанин тоже берет экономические, количественные, то есть они явно, ну 100% воевать не будут. Если, конечно, не произойдет что-то невероятное. При таком раскладе я, конечно, ни на что не подбиваю, но мне кажется, что Мамлюку совсем не сладко придется в будущем. Доход 177 монет, лимит армии 214. Идет очередная война в Персии, пока качельки и явного победителя нету. Атаман с Мамлюком решили в этот раз зайти в отдельную войну. Для них это намного выгоднее, но с другой стороны они теряют союзника Пенджаба. 242 монеты дохода, лимит армии 259. 368 полков он поднимает, но вот у России лимит под 400. Профессионализма нету, поскольку он в тяжелых войнах погряз. Лимит рекрутов 197. Тимурид выгребает все займы. 63 монеты дохода, баланс минус 529. Он поднимает лимит аж в два раза. Это у нас Асылхан на тимуридах. Пенджаб скорее мертв, чем жив, без союзников, почти 4000 монет. Доход очень маленький, баланс ужасный, но он славно повоевал. Мивар 89 монет дохода, лимит армии 148. В союзе с Тимуридом и Индусами. Бахман 113 монет дохода, лимит армии 221. У них образовался блок из четырех стран. Бенгалия формирует Непал. Доход 107 монет, лимит армии 222. Сиам в союзе с Непалом и Малайей. Доход 129 монет, лимит армии 217. Рекрутов 165 тысяч. Профессионализм 35. Топовые державы Великобритания, Россия, Малайя, Испанец, Пруссия, Сиам, Османы, Мамлюки. Очень интересная кампания идет в Европе и в Персии. Посмотрим, что будет дальше. Оставляйте свои комментарии под видео. Подписывайтесь на канал, будет еще много чего интересного. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok